Однажды в мире исчезли все крабы. Люди искали их в морях, океанах, озерах, реках и джунглях, но не смогли найти ни одного живого существа. Только их старые панцири. В процессе жизни крабы линяют несколько раз. Их тело продолжает расти, а панцирь – нет. Поэтому им приходится снимать старый костюм и прятаться. В убежище они ждут, пока не сформируется новый панцирь. Но почему линька у всех крабов прошла в один день? И куда они спрятались? Спустя шесть месяцев. «Отлично!» – сказал старый рыбак, поднимая удочку. Он вышел в Атлантику на лодке, чтобы ловить рыбу. Удочка целый час была без движения, но сейчас она зацепилась за что-то большое. Рыбак тянет ее со всей силой. Страх на его лице сменил радость. Гигантская клешня показалась над водой и сломала удочку. Появилась вторая, и одним щелчком разломил лодку пополам. Проплывавший мимо грузовой корабль отпугнул чудовище. Моряки затащили рыбака на палубу. Мужчина взглянул за борт. Огромный краб размером с машину плыл совсем рядом. Он поднял клешни и ударил ими по металлической обшивке корабля. Скрежет металла, сводит с ума. Капитан командует. Полный вперед! И корабль резко вырывается из клешней животного. Судно уходит к берегу во время загадочного отлива. На берегу чувствуется странная вибрация. Песок внезапно провалился. Появились воронки. Громадные крабы начали выползать на поверхность. Их сотни, даже тысячи. Все они направляются к воде. Началась паника. Люди кричат и бегут подальше от моря. Пока одни убегают, другие снимают все это безумие. Видео быстро становится вирусным, но люди здесь не одни. Повсюду на их пути возникают монстры. Никто совершенно не понимает, что происходит. Крабы роют норы в процессе линьки. Глубоко в песке они надежно защищены от хищников и плохой погоды. Однако на этот раз произошло нечто странное. Крабы спрятались гораздо глубже, чем раньше. Это дало им больше времени для роста. Крабы полгода ждали, пока вырастет их новая оболочка. Теперь они вышли на поверхность. Им нужна только еда. Большинство крабов едят рыбу. Живую и мертвую. Улиток и даже других крабов. В общем, все, что встречают на своем пути. По природе животные агрессивны и любят драки. Но теперь, когда они стали огромны, моллюсков и водорослей им просто недостаточно. Большая рыба пришлась бы крабам по вкусу. Но они не могут ее поймать, потому что плохо плавают. Однако по суше они перемещаются довольно быстро. Рыбе ничего не угрожает. Но что ожидает нас? На следующий день над водной гладью, словно перископы подводных лодок, поднялись тысячи глаз. У крабов отличное зрение. Они могут заметить источник пищи издалека. Их глаза различают дома и движущиеся объекты, машины и людей. Тысячи острых клешней поднялись из воды и устремились в город. Улицы погрузились в хаос. Крабы повсюду. Они режут электрические столбы, переворачивают машины и бьют стекла. Люди бегут с улицы в узкий переулок. Однако путь к отступлению отрезан. Краб уже видит добычу, но, к счастью, переулок слишком узкий. Кажется, люди в безопасности. Не тут-то было! Краб повернулся боком и протиснулся внутрь. Он голоден и клацает клешнями. Люди окружены. Крабы повсюду. Единственная возможность спастись – подняться наверх. Люди карабкаются по пожарной лестнице на крышу. Крабы пытаются преследовать их. Но все, за что они хватаются – деревья и даже металлическая лестница – разваливаются под их огромным весом. Крабы смотрят вверх голодными глазами. Уже на крыше люди наблюдают за тем, как крабы разрушают их город. Некоторые спрятались в своих домах. Но крабов это не останавливает. Они ломают двери и стены. Все выбежали на крыше и смотрят на небо в ожидании помощи. Наконец-то прибыли вертолеты и началась эвакуация. Огромные крабы стали огромной проблемой для острова Рождества. Он расположен между Индонезией и Австралией. Жители острова пакуют чемоданы, отправляются на пирс и покидают остров. Они сильно напуганы и отчасти растеряны. Остров затих, как только его покинул последний человек. Однако крабов все еще нет. Что же происходит? Небо нахмурилось и начался сильный дождь. Когда сверху упала первая капля, земля на острове слегка задрожала. Джунгли в центре острова пришли в движение. Деревья начали падать, а земля трястись. Однако это не землетрясение. Все гораздо хуже. Гигантские красные крабы показались из песка. Здесь не сотни, не тысячи, а десятки миллионов особей. Ежегодно в период размножения крабы мигрируют из тропических лесов к побережью Индийского океана. Даже при стандартных размерах крабы занимают все дороги. Вместе они напоминают длинную Красную реку. Миграция длится около трех недель. Но теперь, когда эти крабы стали огромными, они занимают почти половину острова. Они сносят деревья, машины, дома. Все на своем пути. А затем просто исчезают в Индийском океане. Говорят, чем глубже нырнешь, тем более жутких созданий можно встретить. Давайте отправимся в самые темные океанские глубины и проверим, так ли это на самом деле. Неужели живущие там существа настолько страшные? Вы спускаетесь на 40 метров под воду. Обратите особое внимание на дно под вашими ластами. О боже, что это за ужас? Наполовину скрытый в песке. Это североамериканский звездочет. Эта рыба встречается в восточной части Соединенных Штатов. Она поджидает в песке, пока ничего не подозревающее добычи не подплывет достаточно близко. Затем кошмарное существо поражает свою жертву электрическим током и съедает ее. Вы погружаетесь глубже, на 70 метров. Именно там вы замечаете цветастое пухлое существо не более 30 сантиметров в длину. Это морская щучья собачка. Рыбка кажется безобидной. Ха, только если ее не провоцировать. Когда эта рыба испытывает тревогу, она широко разевает свою огромную, преогромную пасть, чтобы отбиваться от хищников. Эта оборонительная тактика – зрелище одновременно удивительное и пугающее. К счастью, рыба не представляет угрозы для людей. Существо, которое вы видите рядом, может комфортно жить на мелководье. Но обычно оно встречается на глубине 300 метров. Да и совсем не удивительно, что его назвали змеехвосткой. В отличие от морских звезд, которые медленно ползают по морскому дну, это существо движется довольно быстро. Оно перебирает своими длинными гибкими щупальцами, чтобы перемещаться из одного места в другое. А его тело защищено твердой оболочкой из карбоната кальция. Эти создания, также известные как змеиные звезды, очень мелкие и любят прятаться в укромных уголках, трещинах и небольших расщелинных в скалах. На гораздо большей глубине, в 600 метров, вы натыкаетесь на гигантского кальмара. Долгое время считалось, что это существо – плод человеческой фантазии. Гигантского кальмара впервые засняли на камеру в 2001 году. И он именно такой большой, как следует из названия. Глазные яблоки – существа размером с футбольные мячи, а вес кальмара может доходить до 270 килограммов. Погрузившись почти на 900 метров, вы пугаетесь другого животного, которое выглядит слегка инфернально. Оно красноватое и довольно маленькое. Не больше 30 сантиметров. Когда вы к нему приближаетесь, оно кажется миролюбивым или просто равнодушным. Это существо называется адский кальмар-вампир и напоминает зонтик с щупальцами. Оно даже не выделяет чернил, и вы оставляете его в покое. Вскоре после этого, на глубине около 1000 метров, вы встречаете бразильскую светящуюся акулу. Это существо-паразит. Она прикрепляется к крупным рыбам, дельфинам, китам, а иногда даже к людям. Затем, используя свои аккуратно расположенные зазубренные зубы, она начинает вырывать куски мяса размером с печенье. Это, прямо скажем, мерзопакостная акула не вырастает больше 50 сантиметров и живет только в сумеречной зоне океана. После отметки в 1000 метров свет становится редкой и весьма ценной субстанцией. Существам, задержавшимся так далеко от поверхности, пришлось развить необычные свойства, чтобы выжить. Например, у малорота и макропины имеется прозрачный лоб с двумя сверхчувствительными трубчатыми глазами. Прямо сейчас, как практически и всегда, они направлены вверх, позволяя рыбе видеть потенциальную добычу. А заодно и вас. На глубине около 1200 метров можно увидеть нечто вялое и обрюзгшее. У рыбы-капли нет скелета или каких-либо мышц. Ее желеобразная плоть может выдерживать невероятное давление воды. Несмотря на свой внешний вид рыбы-капли, это опасный хищник, который охотится из засады. Обычно она тихо лежит на дне, поджидая ничего не подозревающую добычу. Вы погружаетесь еще немного глубже и замечаете существо, которое выглядит действительно пугающе. Акула домовой. Чует добычу своим рылом. Ее страшные челюсти имеют эластичные связки. Когда какое-нибудь животное подплывает слишком близко, акула резко выбрасывает свою пасть вперед, чтобы его поймать. Если бы вы могли проделывать ртом такой трюк, то легко ели бы то, что находится на расстоянии 18 сантиметров от лица. Еще глубже. На отметке 1500 метров вы замечаете другого представителя семейства акул. Площеносная акула похожа на угря-переростка. Ее жабры выстланы красной бахромой по краям. Отсюда и название. Ужасающий род существа имеет 25 рядов острых, как бритва зубов, обращенных назад. Всего их 300 штук. Акула предпочитает зависать в воде, ожидая, когда ее добыча подплывет ближе. Затем она внезапно бросается на нее, как змея. Вдруг поблизости будто включают яркую электрическую лампочку. Подплыв ближе, вы в ужасе подаетесь назад. Существо похоже на прокачанного угря с нереально огромными зубами. Это глубоководная рыба-дракон, и она живет на глубине 1800 метров. Жутковатое красное свечение внутри тела рыбы происходит из-за сложных химических процессов и служит средством общения с другими рыбами. Вот как все начинается. Вы просыпаетесь от странного звука, но это не будильник. Сейчас 5 утра. Через пару секунд вы понимаете, что странный звук – это стук в окно. Но вы живете на 12 этаже. Кто или что может стучать? Мойщики окон? Вы живете в обычной многоэтажке, а не в забитом офисами небоскребе. Стук становится сильнее. Вы набираетесь смелости и идете к окну. Тянетесь к занавескам и резко их раздвигаете. То, что вы видите, похоже на сон. За окном плавают или парят мелкие рыбешки. Тысячи рыб. Косяк сардин поднимается прямо в небо. По пути несколько рыб задевают боком окно. Их так много, что вы не можете разглядеть, что происходит снаружи. Но как только мимо проплывает последняя сардина, перед вами открывается вся картина. Между домами проплывают крупные мелкие рыбы. Осьминоги прорезают щупальцами облака. Огромный кит медленно движется к горизонту. Над крышей ближайшего дома две акулы охотятся на четырех морских львов. Вам машет сосед. Он выставил в окно удочку и ждет, когда рыба клюнет. Стая дельфинов пролетает мимо окна. Они радостно свистят, будто приветствуя вас. Что происходит? Вы включаете телевизор. По всем каналам одно и то же. Морские обитатели по всей планете научились летать. Покинули океан и облюбовали небо. Авиарейсы отменены, а рыболовные суда бесцельно дрейфуют в морях, океанах, озерах и реках. Никто не знает, что произошло. Вы одеваетесь и идете на улицу. Морские черепахи ползают по земле. Они вздрагивают, взмахивают плодниками и поднимаются в воздух. Мимо пролетает стайка креветок. В океане пропала гравитация. Что произошло с водой? Вы живете в портовом городе рядом с морем и решаете отправиться на побережье. Дойдя до берега, вы понимаете, что вода спокойна. С гравитацией все в порядке. Но морские создания продолжают взмывать в воздух. Шесть месяцев спустя. Люди постепенно привыкают к новому природному явлению. Рыбы заняли большую часть неба. Кое-где морские создания проникли в средние слои атмосферы. Из-за хищных рыб мелкие птицы почти исчезли. А вот хищные птицы, которые питаются рыбой, набрали вес. Они съели столько, что больше не могут летать. Толстые чайки, альбатросы, пеликаны и орлы едва ходят и не могут охотиться. Самолеты перестали летать. Зато навигация процветает. Мировая экосистема полностью изменилась. Жизнь покинула океан. Многочисленные бактерии, микробы и питательные вещества переместились из воды в воздух. Люди чаще болеют. А в некоторых местах становится сложно дышать. Во время дождя миллионы креветок и мелких рыб падают на землю вместе с водой. Многие хищные млекопитающие, которые питались рыбой, начинают голодать. Чтобы добыть еду, они выходят к дорогам и городам. Ученые исследуют летающих созданий и обнаруживают, что у них каким-то образом развились легкие. Но вот как они научились летать, остается загадкой. Кажется, что природа просто решила вытолкнуть людей из привычной среды. Рыбаки строят воздушные шары, чтобы ловить рыбу в небе. Некоторые спортсмены бросают лосо и седлают летающих китов, как огромных лошадей. Правда, приземление бывает жестким. Существа, населявшие глубины океана, устраиваются на больших высотах. Исследователи открывают новые, ранее неизвестные виды рыб. Из глубин океана в воздух поднялся огромный осьминог. Многие называют его кракеном. Чудовище нашло себе новый дом на вершине Эвереста. Теперь никто не решается подняться на эту гору. Самые глубоководные создания улетают в космос. Космонавты на МКС наблюдают, как мимо проплывают невероятные животные. Они похожи на пришельцев с других планет. В некоторых местах акулы спускаются к Земле в поисках еды. Местные жители боятся высовываться на улицу. Рыболовные компании закупают огромные Боинги и крепят к ним сети, чтобы ловить рыбу в воздухе. Но летать довольно опасно, особенно когда прямо перед носом внезапно появляется кит. Во многих городах власти вводят комендантский час. Мерцающий портал закрывается за вашей спиной. Вас приветствует улыбающийся гид. Эй, вы не первый человек, который путешествует между мирами. Но такое путешествие все еще остается чем-то из ряда вон выходящим. На первый взгляд это место не сильно отличается от вашего мира. Те же люди, тот же транспорт, та же архитектура. Почему же ваш друг клятвенно обещал, что это будет лучшее путешествие в вашей жизни? Ваш турагент говорил, что город, который вы собираетесь посетить, находится на берегу моря. Вот почему вы спрашиваете гида, нельзя ли провести хоть какое-то время рядом с океаном. Он странно на вас смотрит, но соглашается. Стоит яркий, солнечный и жаркий день. Самое время, чтобы снять с себя одежду и немного позагорать. Через некоторое время вы встаете, чтобы поплавать в пенистых волнах. Но ваш гид судорожно хватает вас за руку. Его хватка на удивление сильна, и выглядит он весьма взволнованно. Нельзя! Даже приходить на пляж и находиться так близко к воде очень опасно. А теперь вы хотите серьезно рискнуть жизнью? Что? Это все, что вы можете ответить. Должно быть здесь какое-то недоразумение. Что опасного может быть в этих отбойных течениях? Гид, наконец, успокаивается. Только не говорите, будто вы не знаете, почему люди из вашего мира сюда путешествуют. Вы отрицательно мотаете головой, и мужчина начинает смеяться. Наконец, он вновь становится серьезным и негромко произносит. Хорошо, я покажу вам кое-что, что вы явно не сможете забыть. Скорее всего, никогда. Пойдемте. Вы идете вдоль пляжа, находясь от воды на весьма приличном расстоянии. Что больше всего удивляет и беспокоит, так это жуткая тишина. Единственный звук, который до вас доносится, это шум волн, бьющихся о берег. Никаких восторженных и радостных криков детей. Никаких серферов. Никаких рыбаков, предвкушающих хороший лов. Ваш гид замедляется, и вы видите небольшую гавань. По какой-то загадочной причине она отделена от открытого океана толстым металлическим забором с массивными воротами. Вы с гидом направляетесь к большой лодке, или скорее к кораблю. Сколько людей будет с нами на этой экскурсии? Спрашиваете вы. Здесь только мы с вами и команда, отвечает ваш гид. В нашем мире слишком опасно выходить в море на маленьком судне. И действительно, вы не замечаете поблизости ни рыбацких лодок, ни я. Вы следуете вниз за вашим гидом и видите большую каюту со стеклянным полом. Не бойтесь наступать на стекло, оно очень толстое, и его нельзя разбить. Корабль начинает трястись и постепенно отплывает от берега. Вы наблюдаете за каменистым дном, кораллами и стайками разноцветных рыбок, проплывающих мимо. Вода под кораблем становится все темнее, внезапно ваш гид шепчет. Вот он. Вы видите огромное существо. Оно длиннее полуприцепа и почти такое же длинное, как судно, на котором вы находитесь. Форма его тела напоминает современного варана, но оно более длинное и обтекаемое. Это делает животное более приспособленным к плаванию. Конечности короткие, с перепонками между пальцев. Вы видите массивный хвост с широкими треугольными пластинами. Во время плавания существо держится прямо, что значительно уменьшает сопротивление воды. Единственное, что остается подвижным и гибким, это его могучий хвост. Как только вы приходите в себя и становитесь способным говорить, вы кричите «Динозавр!» «Да нет же, ваш гид явно с этим не согласен. Это мозазавр, а не динозавр. Эти существа – рептилии. В вашем мире у них есть близкие родственники – змеи и вараны». Мозазавр, которого вы видите, является одним из самых крупных видов, встречающихся довольно редко. В древние времена существовало множество разных видов мозазавров. Самый маленький едва достигал одного метра в длину, а средняя цена не превышала четырех метров. Но крупные экземпляры все же иногда встречаются. Вот почему мы должны строить такие большие, крепкие корабли. Всего один взмах его хвоста, и судно поменьше просто переломится пополам. Мозазавр, вам все еще трудновато с этим свыкнуться, еще какое-то время плавает под вашей лодкой, а затем выныривает на поверхность. Ваш гид охотно отвечает на вопрос, который словно застыл в ваших глазах. Мозазаврам нужен воздух. Вот почему время от времени они всплывают, чтобы вздохнуть. Поэтому они предпочитают мелководные прибрежные воды. Существо возвращается. На этот раз у вас есть отличный шанс разглядеть его челюсти. В каждой из них имеется по два дополнительных ряда треугольных зубов. За ними вы замечаете его язык и... Подождите, он что, действительно раздвоенный? В целом, пасть существа похожа на змеиную, включая зубы. Они также загнуты немного назад, чтобы не дать добыче вырваться.